Девушки отдыхают Лень, которая меня поработила и не дает возможности самому вступить Ну, гаджет, ты, конечно, не меняешься Если случится ядерная война, не дай бог, конечно, то выживешь только ты и тараканы Спорить не буду В общем, ладно Я проснулся В рабочий процесс въехал Начинаем Фейл-хот-ньюс Новостей сегодня много Ну вот, например, не успел Джобси iPad 2 анонсировать Как народные умельцы предложили улучшить модель, снабдив ее джойстиком Ну, те, кто играл когда-нибудь на iPad, должны понять, в чем прелесть этого устройства Потому как играть в экшены, просто вводя пальцем по экрану, это не круто Цена устройства 20 баксов Ну, а есть у тебя что-нибудь подобное? Конечно Покетбук IQ701 Модель IQ701 с 7-дюймовой TFT-матрицей с разрешением 800 на 600 Экран, прямо скажем, не самый идеальный в плане отклика Книжка производит впечатление неторопливой Хотя это вряд ли смутит тех, кто знаком с тормозными экранами и инк Но будет изрядно напрягать любителей быстрых планшетов Хотя справедливости ради отметим, что у нас на книжке стояла первая версия прошивки А уже когда она снималась, на сайте производителя появилась новая Читать обычные электронные книги с экрана Покетбук IQ701 можно при любом его положении Внутри находится датчик ориентации Так что читалка сама выберет подходящее расположение текста А если текст с картинками, да еще и с цветными, например, в формате PDF Восприниматься он здесь будет гораздо живее, чем в случае обычной монохромной читалки Еще одна важная деталь, которой большинство монохромных читалок лишены В Покетбук IQ701 имеется модуль компьютерной радиосвязи Wi-Fi Что позволяет подключать ее, скажем, к домашней беспроводной точке доступа Или же к точке доступа где-нибудь в кафе или гостинице Покетбук IQ701 роднит с планшетами операционная система, под управлением которой она работает Это Android 2.0, обогащенная собственными программными разработками производителя Pocketbook International, включая создание заметок и расстановку закладок по тексту Весь необходимый набор средств для чтения книг, просмотра видео, прослушивания музыки, веб-серфинга Тоже полностью в вашем распоряжении Два гигабайта встроенной памяти, слот для карт SD Три разновидности цветового решения корпуса Белый, красный, синий Стоимость читалки около 7500 рублей Но при всем при этом аппарат оставляет двоякое впечатление С одной стороны большое количество наворотов, цветной экран и операционная система Android С другой стороны, а нужно ли все это читалки, которые ценятся в первую очередь за продолжительность работы и экран для эстетов, который по цветовой гамме практически копирует цвет страниц В этом мире неизменны только три вещи Грудь Анны Семенович и твои скучные обзоры А почему три вещи? Фух, вообще-то шутку про грудь кроме тебя поняли все А-а-а И все-таки ты туп Поэтому новость для вас В апреле появится продукт, который абсолютно точно никто не купит в России Потому что я, например, не знаю людей, которые захотели бы ездить на ебайке Такой электрический велосипед Ебайк, скажете вы! И что тут удивительного? Не, ну вообще изобретение интересное Провода скрыты Акселератор беспроводной Процессор у велика 2,4 ГГц Цена, конечно, подвела 2000 евро Вот тут уже самое время кричать Ебайк! Голос Не молчи Iconbeat HMP705HDMI С экрана медиаплеера Iconbeat HMP705HDMI Можно и текстовые файлы читать, и видео смотреть Этот 7-дюймовый дисплей представляет собой очень недурной компромисс между компактностью и удобством просмотра В городском транспорте с ним будет управляться сложновато Хотя отдельные фанаты iPad даже в московском метро умудряются возиться со своими 10-дюймовыми планшетами А вот в дальнем переезде на самолете или поезде, и тем более в гостинице, на курорте или в командировке Iconbeat HMP705HDMI отлично себя покажет В смысле, покажет то, что будет записано в его память Разрешение экрана 800 на 480 Это не Full HD, однако для такой диагонали подходит великолепно А если хочется все-таки полного HD и под рукой есть соответствующая видеопанель, тоже никаких проблем В приличных европейских гостиницах, например, у крупноформатных телевизоров в номерах предусмотрены входы HDMI А у Iconbeat модели HMP705 имеется соответствующий выход Заодно имеется гнездо для наушников и слот для карточки microSD до 32 гигабайт Если 8 гигабайт внутренней памяти недостаточно Что еще нужно, чтобы достойно провести отпуск, если на море вдруг заштормило У модели HMP705 есть встроенные динамики Конечно, слабенькие, но звук получается достаточно четким, без дребезга и грязи Еще один приятный момент для тех, кто смотрит заграничные фильмы и сериалы с субтитрами Контейнеры МКВ тут поддерживаются, как и наложение на картинку в реальном времени, размещенных в отдельном файле субтитров При этом время автономной работы медиаплеера составляет 3 часа Хватит даже на длиннющие режиссерские версии блокбастеров При цене в 5,5 тысяч рублей просто отличный гаджет Что лучше? Игрушечный пистолет или электрошокер? Вопрос спорный, но все-таки я выбираю шокер Американские производители игрушек решили, что детям лучше не стрелять друг в друга А бить небольшими электрическими зарядами Поэтому шокер за 4 доллара попадает в СТГ И за свою тупизну изобретение получает целых 10 баллов Давай, Голосок, нам нужно что-нибудь умное послушать Samsung Wave S8500 с навигацией ProGorod Samsung Wave S8500 – один из флагманов смартфонной линейки Samsung Не самый новый, однако и до сих пор актуальный Он работает под управлением открытой платформы для мобильных устройств BADA Может, пока и не такой распространенной, как iOS или Android, но и не самый плохой Платформа предлагает загрузку приложений посредством онлайнового сервиса Samsung Apps Экран достаточно хороший, диагональ 3,3 дюйма с разрешением 800 на 480 Это заслуга фирменной технологии Samsung Super AMOLED Для удобства организации коммуникаций всякого рода Samsung Wave S8500 предлагает единую программную оболочку Social Hub Которая позволяет с легкостью получать доступ к популярным интернет-сервисам Почтовым службам, службам мгновенных сообщений и социальным сетям Кстати, обратите внимание, даже при интенсивной работе с приложениями На экране почти незаметны отпечатки пальцев В работе аппарат очень приятный, шустрый и отзывчивый Может быть, ему недостает интерфейсной легкости iPhone Но нет и финской задумчивости Nokia или притормаживания Windows Mobile Кстати, среди прочих приложений, которые можно загрузить через каталог Samsung Apps Выделяется навигационная система отечественного разработчика CD-COM навигация До недавнего времени для Samsung Bada не было ни одной российской навигационной системы Но про город решил эту проблему По крайней мере, если говорить о городах Данные про города получаются встроенным в устройство GPS-приемником Вместе с временной меткой их получения Также безусловным плюсом является слот для карты microSD В общем и целом, при цене в 12 тысяч рублей Samsung Wave является неплохим аппаратом И может потягаться со многими конкурентами в данном ценовом сегменте Все, конец Голос свободен Вы тоже С вами был инспектор гаджет И помните, я докопаюсь до правды Чмоки! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok